МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад научный мир потрясло сенсационное заявление, сделанное известным американским исследователем Брэдом Стайгером. Изучая эволюцию древнего человека, ученый заметил странную закономерность. У всех приматов резус-фактор крови положительный, тогда как у человека существует еще и отрицательный показатель крови. Если мы говорим о том, что нам известны 4 группы крови, соответствующие резус-показателям, то фактически получается, что у нас 8 групп крови, а не 4. Это открытие поставило под сомнение общепризнанную теорию эволюции. Ведь согласно законам генетики, мы можем наследовать только те свойства, какими обладали наши предки. Это значит, что если бы человек произошел от обезьяны, то их кровь должна быть совместимой. Но откуда у людей возник отрицательный резус крови? В поисках ответа исследователь выдвинул невероятную версию. Современные люди либо мутанты, либо потомки какого-то другого предка. В марте 2012 года ученые из Американского университета в Вермонте сделали еще одно сенсационное открытие. Оказывается, у человека не 4 группы крови, как мы привыкли думать, а больше. Исследователи обнаружили еще 2 новые группы, которые получили не просто цифровые названия, а имена Ленджерис и Джунио. Нашли белки, которые до сих пор не были известны. В дальнейшем при изучении будут открываться еще белки, соответственно, будут составляться, наверное, индивидуальные карты донора и реципиента. Но это все в будущем. Более того, ученые предполагают, что это не последнее открытие. И вполне вероятно, что существует еще от 10 до 15 неизвестных науке групп крови. Откуда они появляются, эксперты пока не выяснили. Но есть предположение, что начался новый этап эволюции человечества. Если мы отойдем от системы АБ-0, потому что это абсолютно уникальная вещь, тогда можно рассуждать о многих группах крови. Но тогда мы же группы крови открываем не для того, чтобы усложнить процесс лечебный в том числе и научный, а чтобы его упростить. Поэтому вот эта система отношения АБ-0 и резус-фактора позволяет упростить и обеспечить достойное, безопасное трансфузиологическое пособие больным. То есть не стоит от этого уходить. Мало того, АБ-0 система в последнее время тоже претерпела много изменений. Дальнейшие исследования еще больше поразили американских ученых. Удивительно, но обе новые группы крови обнаружили у японцев. Их обладателями оказались десятки тысяч жителей страны восходящего солнца. Но откуда неизвестные группы крови могли появиться? Ответить на этот вопрос ученые пока не могут. Однако у исследователей есть одно невероятное предположение. Появление новых групп крови – это свидетельство абсолютно нового эволюционного витка в истории человечества. И связано оно с повышенным радиационным фоном и электромагнитным излучением. Мощнейшую дозу радиации японцы получили еще во время атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. А недавняя катастрофа на атомной станции Фукусима снова нарушила в Японии радиационный фон. К тому же электромагнитными полями, которые создают все электронные приборы от микроволновок до мобильных телефонов, буквально пронизаны все японские города. Именно эти факторы, по мнению ученых, и создали предпосылки для появления двух новых групп крови. Более того, японские ученые из центра крови Красного Креста сделали сенсационный прогноз. В ближайшем будущем к четырем известным и двум новым группам крови может прибавиться еще 10-15 групп. Их появление спровоцирует сверхэффективные лекарства нового поколения, которые создают для продления молодости и сохранения здоровья. Необходимо знать группу крови не только для того, чтобы вам, когда нужно будет переливать, не дали другую группу крови. Необходимо знать группу крови только для того, чтобы знать ваши возможности и потенциалы. Если вы обладаете той или иной группой крови, то вы можете более удачно развить вот те способности, которые несет потенциал этой группы крови. Кровь – уникальная ткань человеческого организма. Столетиями ученые пытались изучить эту удивительную субстанцию, но она до сих пор таит в себе множество загадок. Невероятно, но в составе крови есть почти все вещества, присущие жизни. Более того, ее минеральные компоненты напоминают химический состав ввод Древнего океана, в котором смогла зародиться жизнь. Кровь – это действительно уникальная вещь. Это и транспортная вещь, и белковая составляющая, которая помнит большое количество факторов, с которыми человек всю жизнь сталкивался. Свои тайны кровь приоткрывает медленно и неохотно. Существование четырех ее групп было открыто только в 20 веке. Причем долгое время ученые не могли понять, как они появились и зачем вообще эти группы нужны организму. У людей различается кровь по их формулам. И в начале прошлого века учеными было открыто, что есть подразделение на четыре таких ярких различия группы крови. И при переливании очень важно знать вашу группу крови, потому что бывает несовпадение. И если вам перельют не ту группу крови, которая у вас, то у вас может наступить некий такой физиологический шок. Вы можете даже умереть. После многочисленных исследований ученые были потрясены. Оказалось, что у разных человеческих рас преобладают определенные группы крови. А значит, этот фактор входит в генотип нации. Например, у европейцев чаще всего встречается вторая группа крови, у жителей Востока третья, а у представителей негроидной расы в основном первая. Если говорить о резус-факторе, то некоторые страны Европы до 20-40% людей имеют резус-отрицательную группу крови. Если говорить о монголоидной расе, то там практически 100% людей резус положительный. Но почему изначально групп крови было именно четыре? Пытаясь ответить на этот вопрос, американский исследователь Питер де Адамо пришел к неожиданному выводу. Оказывается, что появление первых групп крови напрямую связано с системой питания, которую людям в разные периоды диктовал их образ жизни. Четыре группы – это четыре этапа эволюции. Самой древней группой крови считается первая. Ее также называют нулевой. Питер де Адамо утверждает, что в глубокой древности все люди имели только эту группу крови. Они жили в Африке 40 тысяч лет назад и питались исключительно мясом диких зверей, добытых на охоте. Первая группа крови – это люди-охотники. То есть это хищники фактически. Первая группа крови – это люди, которые не могут обойтись без мяса, как правило. Я наблюдаю, например, когда встречаются друзья, я наблюдаю, кто что заказывает. И, значит, неизменно люди с первой группы крови обязательно заказывают что-то, там, биштекс какой-то, конкретное мясо. Около 30 тысяч лет назад в поисках лесов и степей, богатых дичью, древний человек покинул саванны Африки и обосновался на новых местах. Однако они оказались намного беднее, им мяса не хватало. Чтобы досыто накормить все племя, нашим предкам пришлось искать новые источники питания. Так сложились условия для появления новой, второй группы крови. Исследователи считают, что она возникла на Среднем Востоке и в Азии. В эволюционном процессе происходило следующее. То, что люди сбивались в какие-то группы, создавались города. И вот примерно 20-30 тысяч лет тому назад появилась такая группа крови, которую назвали номер два. В этой группе крови есть различие от группы крови один. Произошла некая такая мутация изменений группы крови. Племена обосновались на новом месте, научились выращивать съедобные растения и зерновые, и готовить из них сытную пищу. Оседлый образ жизни не только позволил людям упорядочить быт и построить более крепкие жилища, но и сформировал более сильный иммунитет. Вторая группа крови быстро распространялась. Через Азию и Ближний Восток она проникла на территорию будущей Европы. Здесь до сих пор вторая группа крови остается одной из самых распространенных. Люди второй группы крови, это люди, которые научились обрабатывать землю, научились сажать, сеять хлеб. То есть это, скажем, крестьяне. Это люди, которые, в принципе, нормально относятся к кашам, нормально относятся к овощам и так далее. Спустя почти 10 тысяч лет родилась третья группа крови, группа В. Ее приобрели кочевники-скотоводы, которые жили между Гималаями и Индией. Население этих территорий находилось в экстремальных условиях с суровым климатом и однообразным питанием. Это и привело к возникновению новой группы крови. В рационе скотоводов было много кисломолочных продуктов – кефира, домашнего сыра, творога. В поисках новых пастбищ для скота им нередко приходилось проводить по несколько дней вообще без пищи. В таких тяжелых условиях выжили только те, у кого была сильная иммунная система и невосприимчивый к простудным заболеваниям организм. Поэтому им необходимо было принимать и решения, и действовать, и адаптироваться в той или иной обстановке. Поэтому третья группа крови – это вот такого полного коктейля, набора первой и второй группы крови. Самой молодой и самой редкой, по мнению ученых, считается группа АВ, или четвертая. Она появилась, когда жители Восточной и Центральной Европы в основном со второй группой крови начали создавать семьи с азиатами, у которых преобладал третий тип крови. Такое смешение и образовало новую кровь. Уникальность четвертой группы в том, что она сохранила многие особенности как одного, так и другого своего родителя. Более того, обладателям четвертой группы подходят все продукты, которые хорошо усваивают как во второй, так и в третьей кровяной группе. По оценкам специалистов, обладатели четвертой группы крови примерно 5%. В последнее время есть такая тенденция, что количество людей с четвертой группой крови постепенно увеличивается. По мере того, как люди мигрировали и приспосабливались к местной пище, менялась и их иммунная система. Ведь приходилось бороться и с новыми инфекционными заболеваниями. И это тоже отражалось на крови. Поэтому, уверенные исследователи, каждая группа хранит в себе генетическую информацию о жизни наших предков. Более того, мы до сих пор испытываем на себе влияние их склонностей и привычек. Однако сейчас для ученых остается открытым, пожалуй, главный вопрос. Как зарождалась самая первая группа крови? Каким был ее состав? И кто был донором для всего человеческого рода? С первой царапины каждый ребенок знает, какого цвета его кровь. Она алая. Такой делает ее гемоглобин. Дыхательный пигмент, отвечающий за перенос кислорода к органам и тканям организма. Гемоглобин содержит в своей молекуле ионы железа. Однако у некоторых живых существ переносить кислород в крови могут и пигменты, в составе которых могут быть другие металлы. Так пигмент на основе меди делает кровь голубой, а цвет кожи серо-холодным. Сегодня он распространен у беспозвоночных организмов. Благородным происхождением могут похвастаться моллюски, осьминоги, кальмары и каракатицы. Но было ли так всегда? Ну да, это скорее, наверное, это, наверное, скорее аллегория. То есть я к этому отношусь как к аллегории. То есть есть там, есть мнение, приходилось слышать мнение, что якобы голубая кровь, это якобы голубой кровью обладают именно четкие потомки неких внеземных цивилизаций, которые ассимилировались впоследствии на Земле. Да, есть такая гипотеза, но проверить очень трудно. Остается либо верить, либо нет. С глубокой древности считалось, что в жилых богов течет голубая кровь. И многочисленные рисунки, обнаруженные учеными, это подтверждают. Более того, исследователи древних цивилизаций считают, что голубая кровь – это одно из главных доказательств контакта с внеземным разумом. Согласно легендам, боги, сошедшие с небес, создавали пары с людьми, живущими на Земле. Однако кровяные тельца внеземных обитателей вместо железа содержали медь. Именно она и окрашивала их кровь в голубой цвет. Но, оказавшись на Земле, в планете с переизбытком железа пришельцы вынуждены были адаптироваться. И перед ними встал выбор – либо постоянно вводить в себе медисодержащие вещества, либо жестко соблюдать диету, питаться продуктами с большим содержанием меди. Для того, чтобы выжить на нашей планете, внеземные обитатели помогли древним людям перейти к организованному сельскому хозяйству. Получается, что необычный цвет крови богов-пришельцев определил не только внезапный переход людей к сельскому хозяйству, но и начало бронзового века, а точнее, медного. Ведь бронза – это сплав меди с оловом. Известно, что медь может впитываться через кожу. И для восполнения ее недостатка наши предки окружали себя бронзовыми предметами, пили из медных кубков. А недавно эту, казалось бы, невероятную теорию подтвердили и ученые. Действительно, металл, медь входит в состав многих ферментов в организме. Без меди невозможна работа энергетического механизма в организме. Невозможна выработка белков, невозможна адекватная обмен кислорода. Без меди невозможно всасывание железа, которое входит в состав гемоглобина. Поэтому действительно, наверное, контакт с медью увеличивал количество меди в организме. Но это не медицинские вещи. Измерить, понять их невозможно. Тут можно только доверять опыту наших предков. Все. Более того, подтверждение этой невероятной теории исследователи обнаружили в древних католических источниках. Во времена Средневековья, когда Святая Инквизиция могла отправить человека на костер за любую непохожесть на других, глубокровным относились с почтительным уважением и даже страхом. В хрониках католического монастыря города Викторио есть история о палаче, которого отправили в эту обитель для покаяния за то, что он казнил человека с голубой кровью. Инквизиторский суд решил, что раз у жертвы была кровь Создателя, согрешить он не мог. Видимо, поэтому способы дознания у служителей Святой Инквизиции включили в себя кровопускание. Во все времена, к крови относились как к некой магической какой-то субстанции. Ну, безусловно, во-первых, потому что кровь эта является индивидуальной характеристикой человека, индивидуальной меткой. В древние времена не имели представления, что такое ДНК и так далее. Код, даже группа крови. Просто древние люди понимали, что кровь строго индивидуальна и с абсолютной точностью идентифицируют человека. Именно поэтому во все времена в обрядах, в каких-то там, в магии кровь использовалась как универсальный идентификатор. Ну и, собственно, и до сих пор используется. И даже сегодня существует редчайшее явление – люди с настоящей голубой кровью. Официальная наука называет их кианетиками от латинского слова кианея, то есть голубой. Особенный цвет крови этих людей связан все с той же медью в крови, преобладающей над железом. Однако эксперты пока спорят, связано ли это явление с истинным происхождением человечества или это всего лишь симптомы некоторых современных болезней, не имеющих ничего общего с древним прошлым и тем более с внеземным разумом? Нарушение обмена металлов – это отдельная проблема. Есть дефицит меди, есть нарушение обмена меди, которое ведет к циррозу печени. Это совершенно другие аспекты, не связанные непосредственно с кровью. Более того, исследователи заметили, что большинство людей со сверхъестественными способностями также имеют голубую кровь и отрицательный резус-фактор. И это заставляет задуматься о том, кто же все-таки был их настоящим предком. Не исключено, что именно резус-фактор крови со знаком минус может быть ключом к решению генетической загадки истинного происхождения всего человечества. на протяжении тысячелетий крови человека отводилось особое место в организме. Наши предки наделяли кровь мистическими качествами и считали ее носителем жизненных сил и духовных особенностей человека. Более того, исследователям удалось обнаружить описание обрядов в некоторых каннибальских племенах. После сражений члены победившего племени выпивали кровь и съедали органы своих убитых врагов. Считалось, что вместе с этим победителю передаются лучшие качества соперника. Его сила, храбрость, быстрота и ум. Древние люди понимали, что кровь строго индивидуальна и с абсолютной точностью идентифицирует человека. Именно поэтому во все времена в обрядах, в магии кровь использовалась как универсальный идентификатор. Ну и, собственно, и до сих пор используется. Более того, некоторые эксперты считают, что кровь, словно живой организм, обладает памятью и может хранить, а главное, передавать информацию на какое угодно расстояние. А группам крови и резус-фактору можно добавить еще одну уникальную особенность, которой обладает кровь человека. Энергетика человека, безусловно, влияет на характеристики его крови в части вот этой биоэнергетической составляющей. Если мы говорим о том, что нам известны четыре группы крови, соответствующие резус-показатели, то есть фактически получается, что у нас восемь групп крови, а не четыре, то почему бы не добавить к этим характеристикам еще некую биоэнергетическую составляющую, ну, можно назвать ее, например, пси-фактор крови. И, предположим, позитивная энергетика человека, да, человек с позитивной энергетикой будет иметь, соответственно, позитивную вот эту пси-составляющую, человек с негативной энергетикой, с повреждениями энергетики и биополя будет иметь вот эту пси-составляющую отрицательную, ну, и, наверное, можно допустить, что существует и вот эта составляющая, пси-составляющая нейтральная, как бы, нулевая. Тот факт, что кровь человека, связана с его духовными качествами, находит свое подтверждение и в священных писаниях. В Ветхом Завете сказано душа-тело в крови и я назначил ее вам для жертвования, чтобы очищать души ваши. По мнению исследователей, кровь соединяет не только все органы в теле человека, делая его единым целым. Кровеносные сосуды это каналы связи всех людей со Вселенной. Именно через них мы черпаем информацию и энергию, которую посылает космос. кровь несет информацию о каждой клеточке нашего организма. Кровь попадает через 3-4 секунды в каждую клеточку нашего организма. Скорость крови очень высокая, полметра в секунду. Если человек среднего роста 4 секунды, кровь обошла каждую клеточку организма. Кровь знает все, что происходит в организме. Лишь попав в землю, кровь теряет связь с человеком и перестает излучать информацию. До этого момента даже следы крови жертв, погибших от рук преступников, могут предоставить ценные сведения о многих обстоятельствах преступления и даже о личности убийцы. Если допустить, что существует некий пси-фактор крови, то, безусловно, отрицательная энергетика человека влияет на качество его крови с энергетической точки зрения. Поэтому, безусловно, при переливании такой крови может произойти биоэнергетическое заражение. Это подтверждает теорию о том, что кровь обладает информационной памятью. Более того, если она положительно заряжена, то может стать отличным лекарем. Так считает автор сверхэффективных методик самолечения Мирзакарим Норбеков. По его словам, через кровь у человека происходит адаптация всех внутренних процессов, в том числе и эмоций. Эта эмоция, это одна из грань души отражается в крови. И в том числе то, что в кровь попадает отражается в нашем эмоциональном состоянии. Значит, они взаимосвязаны, взаимо имеют большое значение. Когда мы говорим о крови, о эмоции, о разуме, о душе, душе, они все взаимосвязаны и она является судьбой. Любое одного из них изменение приводит к изменениям в другой, в третий, четвертый. Поэтому умение работать с положительной информацией, переносимой с кровотоком, дает человеку почти неограниченные возможности восстановления своего здоровья. Интерес к информационной памяти крови пробудился у ученых еще в начале 20 века. Тогда было обнаружено, что в крови есть пластины, записывающие информацию о внешнем мире и работе самого организма. По мнению ученых, эти пластины своего рода карты памяти, которые несут информацию к сердцу, где она перерабатывается вместе с кровью, формируя человеческое я. Кровь, постепенно проходя через эмоциональный центр мозга, берет оттуда новые колебания, новый приказ и как почтоленный уходит ко всему телу и подходя к каждой клеточке, передает свое новое состояние, новое колебание к клетку и весь организм уже работает на новом уровне. Кровь это память. Это раз. Кровь это чувство. это два. Кровь это судьба. Первые доказательства теории памяти крови были получены после революции. В конце 1925 года под руководством Сталина русский врач Александр Богданов создал в Москве первый в мире институт переливания крови, где проводились совершенно уникальные эксперименты. Впервые было сделано полное переливание крови от одного человека к другому. В числе добровольцев, на которых ставились эти опыты, был 25-летний сын Богданова Александр Малиновский, будущий авторитетный генетик. По методике Богданова Малиновский обменялся кровью с отцом, что до неузнаваемости изменило конституцию тела сына. Хилый от рождения Александр Малиновский превратился в мощного ширококосного мужчину, очень похожего фигурой на его прадеда. Кровь вспомнила предка, комментировал тогда результаты эксперимента Богданов-старший. Кровь атлета, который в спортзал ходит и так прочее, они отличаются, потому что там есть вещества, которые стимулируют вносливость, которые стимулируют рост мышечной массы, которые то-то-то-то. Когда этот кровь попадает в организм человека, который тяжелее ручки ничего не поднимал, потому что ему лень. Лень. И искусственно вещества, которые были направлены на катализацию мышечного роста начинает действовать, начинает действовать и начинает менять его организм. Стало очевидным, что кровь несет гораздо больший заряд информации, чем думали раньше. Впоследствии ученые пришли к выводу, что кровяные пластины не что иное, как эритроциты. Когда кровь проходит через внутренние органы, эритроциты собирают информацию об их деятельности. Сведения о внешнем мире суммируются, когда кровь проходит через головной мозг, а затем и те, и другие данные считываются в сердце. Более того, через несколько десятков лет выяснилось, что эритроциты донора, оказавшиеся в теле другого человека, влияют даже на его характер и интеллектуальные способности. Да, меняется характер, мы это тоже проводили. На самом простом примере, подчерк меняется, если человеку влить чужую кровь. То есть, грубо говоря, графология опять не наука, но используется подчерковическая экспертиза. Вот если человеку, когда меняют кровь, у него подчерк меняется. Даже подчерк меняется. Ну, опять-таки, симбиоз может произойти, а может и того человека. А некоторые начинают сны видеть, грубо говоря, того человека, которого влили. И эти факторы известны. Однако современная медицина пока научилась считывать только физическую память крови. И сейчас мы проведем эксперимент и покажем, что может рассказать о состоянии человека всего одна капля крови. Для этого наш испытуемый Денис проверил на себе уникальную методику гемосканирование. Это один из самых передовых методов диагностики крови. Гемосканирование это качественный анализ крови. То, что мы делаем в поликлинике, это количественный анализ крови. Там считаются форменные элементы и по подсчету косвенно можно выяснить, есть ли у человека воспалительный процесс, есть ли у человека анемия, есть ли у человека сдвиг ликоцитарной формулы влево или вправо, ну так врачи говорят. А качественный анализ крови дает очень быструю визуальную картинку, то есть ты в течение одной минуты понимаешь все, что происходит в организме человека. Главная особенность такого анализа в том, что он делается не по высохшей, а по свежей, живой крови. И состояние здоровья пациент может узнать не через сутки, а в режиме реального времени. Те члены семьи болят. Все. Для этого анализа достаточно всего одной капельки крови. Ее помещают под мощный микроскоп и сразу же выводят изображение на монитор. Вот так выглядит капля человеческой крови в увеличенном размере. Движущиеся шарики, похожие на мыльные пузыри. Это эритроциты. Те самые пластины информации, которые переносит кислород. Первого взгляда на эритроциты нашего испытуемого врачу оказалось достаточно, чтобы понять, что у него есть проблемы. Эритроциты должны быть все одной величины. Вот нормальная клеточка. Видите, какая красивая? Вот красивая клеточка. У вас очень много клеток разрушенных, с разрушенной мембраной. Вот это клетки тоже поврежденные. Это говорит о признаках анемии. Однако Денису повезло. Кроме признаков анемии, которые врач объясняет элементарным отсутствием правильного режима питания, у него ничего серьезного не обнаружили. А вот так выглядит кровь одного из пациентов, зараженная паразитами. Они, конечно, не такие большие, как кажется на мониторе, а микроскопические, но от этого не менее опасные для здоровья. Взрывы нервной системы, бессонница, головные боли, повышение температуры тела до 37-37-2 градусов. И человек не понимает, что с ним происходит. Он не может понять. Он идет к врачу, он сдает клинические анализы, которые всегда в норме в таком случае. Специалисты по гемосканированию утверждают, что только такой метод исследования крови может дать исчерпывающую информацию о ее состоянии, а значит и о причинах недомогания. По словам Маргариты Бичоевой, невролога с многолетним стажем, всего по одной капле крови она может сразу сказать, когда у пациента существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени или желудочно-кишечного тракта. И всего несколько раз врач видела по-настоящему чистую кровь. Бывает. Я видела таких людей, была очень поражена, очень долго с ними беседовала. Это сыроеды. Это люди, которые переходят на сыроедение. Это не вегетарианцы. Вегетарианцы имеют очень много проблем. У них нарушается холестериновый обмен, у них большое количество холестерина, у них ранее тросклероз развивается. А сыроеды имеют абсолютную чистоту. Представители классической медицины официально не признают метод гемосканирования. Но уникальную память крови подтверждают абсолютно все медики. Однако ни врачи, ни ученые до сих пор не могут выяснить, как и почему кровь, однажды столкнувшись с инфекционной клеткой, запоминает ее раз и навсегда. Анализ крови на антитела может показать, когда и с какой именно инфекцией человек сталкивался на протяжении всей своей жизни. Существуют и другие загадочные свойства крови, которым пока не нашлось объяснения. Кровь это действительно колоссальная иммунологическая память организма. При контакте с любым чужеродным телом в организме происходит иммунологическая реакция, в результате которой формируются иммунологический ответ, часть из которого это формирование клеток памяти. Ученые обнаружили еще одну уникальную особенность крови. Она может запоминать даже стрессовые ситуации, с которыми когда-либо сталкивался ее обладатель. Доказано, что женщины, у которых физиологически заложена большая кровопотеря во время родов, лучше переносят анемию, чем мужчины. Это значит, что кровь не только может помнить стресс от кровопотери, но и передает эту память по наследству из поколения в поколение. Например, доказано, что если человек попадает в невесомость, у него резко снижается продукция гемоглобина в связи с тем, что снижается мышечная физическая нагрузка. Но когда вновь начинает действовать гравитация, показатели крови возвращаются именно к тем показателям, которые были до невесомости. То есть она полностью настраивается на ту кровь, которая была до этого воздействия. Это какая-то необъяснимая кинетическая память крови. Нехватка донорской крови сегодня серьезная проблема в любом государстве. Замена крови доноров на ее искусственный аналог одна из самых важных задач современной науки. Уже много десятилетий исследователи всего мира работают над созданием искусственной крови, которая могла бы в полной мере заменить натуральную и дала бы шанс на выздоровление сотням тысяч больных и раненых людей. А несколько лет назад генетики сделали жизненно важное открытие. Среди обладателей каждой группы крови те или иные болезни встречаются в два с половиной три раза чаще, чем у других. И если ученые научатся считывать код, зашифрованный в крови каждого человека, то, возможно, в будущем человечество сможет победить многие смертельные болезни. Совсем недавно японские ученые провели уникальный эксперимент, который доказал, что разные группы крови оказывают прямое воздействие не только на физическое состояние их обладателей. Невероятно, но кровь влияет даже на характер человека и может многое поведать о его личности. Теория ученых о влиянии групп крови на все аспекты жизни человека, включая отношения, работу и отдых, приобрела в Японии огромную популярность. Там стало неприлично скрывать свою группу крови. Как гороскопы в западных странах, в Японии самый распространенный способ определения темперамента человека узнать его тип крови. Даже в анкетах при приеме на работу появилась новая графа ваша группа крови. Безусловно, группа крови влияет на характер, влияет на то, как человек позиционирует себя. По некоторым данным, впервые это заметили японцы. Есть такая семья Номи. Самый первый представитель этой семьи, Масахита Номи, где-то в 70-х годах обратил внимание на зависимость между характером человека, его способностью к обучению, его способностью к руководству и группой крови. В 70-х, в начале 70-х годов прошлого века Масахита Номи выпустил книжку, которая называлась «Вы таковые, какова ваша группа крови?». В соответствии с этой книжкой Масахита Номи даже выработал некую науку, которая имела отношение в том числе к психологии, которая позволяла делать некие выводы о характере человека, о его привычках по группе крови. По мнению японских исследователей, прирожденные руководители это люди с первой группы крови. У них наиболее ярко выражены лидерские качества. Они самоуверены, сильны и могут отдать все за достижение поставленной цели. Однако есть и отрицательная сторона. Именно этой группой обладали и самые известные мошенники. А вот самые надежные помощники, которых обычно называют правой рукой, получаются из представителей второй группы крови. Они прекрасно себя чувствуют на подчиненных должностях, любят комфорт и ненавидят конфликты. Со второй группы крови это люди исполнительные, люди такие, то есть это руководители среднего звена, будем так говорить, если применительно к приему работы. Ну и в основном, кстати говоря, в Японии преобладает вторая группа крови. Те, у кого третья группа крови, предпочитают жить для себя. Их кредо свобода и независимость. При этом они способны принимать нестандартные решения даже в экстремальных условиях. Может поэтому именно среди обладателей третьей группы больше всего миллионеров. Если в Японии подбирают человека на руководящую должность, то берут людей с первой или с третьей группой крови. Если им нужны творческие, креативные люди, значит четвертая или третья группа крови, если им необходимы исполнители, которые четко и все верно сделают в этой команде, то это представители второй группы крови. Четвертая группа крови придала ее обладателям склонность к загадочности, высокую духовность и жизнелюбие. Они в любой среде чувствуют себя как рыба в воде и могут влиться в самые разные коллективы. Это чаще всего люди творчески одаренные и способные совершать открытия в самых разных областях науки. Ну а вот четвертая группа крови, которая самая молодая, говорят, Леонардо да Винчи был с четвертой группой крови и примерно в те времена она образовывалась в эпоху возрождения. Это люди такого творческого начала, у которых люди искусства, люди, которые сочиняют какие-то новые идеи. Вот сейчас идет новая волна открытий физики. Я уверен, что эти люди, которые открывают сейчас новые частицы, люди с четвертой группой крови. Однако, чтобы узнать особенности характера, который несет в себе кровь человека, не всегда нужен даже биохимический анализ. Биоэнергетикам достаточно лишь увидеть информационное излучение крови, чтобы установить, несет ли человек бремя родового проклятия и какие болезни предстоит перенести его потомкам до четвертого колена. Клетки памяти могут у человека жить, циркулировать пожизненно и вырабатывать определенное количество антител против этой инфекции. Поэтому, конечно, если мы возьмем кровь у человека по спектру и по количеству антител, мы можем сказать, когда и с какой инфекцией этот человек сталкивался. Это действительно так. Есть необъяснимые свойства крови. В последние годы ученые из разных стран уже добились успеха в создании различных заменителей крови. Шведы создали искусственную кровь на основе порошка, выделенного из натуральной человеческой крови. Немецкие фармацевты разработали так называемый искусственный гемоглобин, выделенный из крови коров и очищенный от антител. Японцы создали искусственную кровь на основе белковых соединений. Однако, почти все эти виды кровезаменителей способны лишь переносить кислород, но не выполняют других функций настоящей крови. В настоящее время никаких технологий, позволяющих создать искусственную кровь, которая полностью протезировала все функции крови, не существует. Существуют отдельные этапы, которые можно заменить некоторые трансфузиологические пособия. Например, рекомбинатные получаются факторы свертывания крови. То есть позволяет меньше переливать свежезамороженные плазмы. Настоящей сенсацией могла стать разработка российских ученых, которые занимались созданием искусственной крови уникальным методом из неорганических веществ. Другими словами, превращали неживую субстанцию в живую. Ученым удалось добиться первых результатов, но неожиданно проект закрыли. Официальная причина из-за отсутствия финансирования. Независимые исследователи считают, что эксперименты не свернули, их проводят в строгой секретности. Когда будет разработана полноценная искусственная кровь, неизвестно. Поэтому во многих странах создают индивидуальные банки крови. Люди постепенно сдают в них свою кровь, чтобы в случае необходимости им перелили не чужую, а их собственную жизненно важную жидкость, которая не повлечет изменений их психики, характера и интеллекта. Есть так называемые генетические маркеры крови. На сегодняшний день можно сказать по количеству вот этих генетически изученных маркеров, вот этих рецепторов нет абсолютно одинаковой крови ни у одного человека. Это тот же самый отпечаток пальца. Абсолютно. Еще в начале 20 века ученые предположили, что именно изучение крови может открыть человечеству двери в бессмертие. Знаменитый создатель первого института переливания крови Александр Богданов говорил, будем изучать кровь, чтобы жидкая текучая жизнь гарантировала нам жизнь вечную. Не исключено, что создание искусственной крови, на которую можно будет записать любую информацию, например, о долголетии, может стать тем самым решающим шагом к продлению жизни человека. и 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 Редактор субтитров А.Семкин